Его папа, один из главных винтиков тех Чикаго золотой эры баскетбола, его папа, главная звезда Северной Кореи, друг Ким Чи Нына, создатель водки для русских, идейный создатель баскетбольной лиги стриптизер, шпарень Мадонны, нет, это я так долго буду еще перечислять. Всем привет, баскетболисты, и в общем, я думаю, вы уже и без видеоряда догадались бы, что речь идет о Деннисе Родмане. Но, как мы с вами знаем, время не стоит на месте, и его на самом деле прошло уже достаточно. Знаете для чего? Для того, чтобы мы с вами могли лицезреть и наблюдать в мире баскетбола его сына, который в будущем однозначно будет штурмовать главную лигу планеты. Так что сегодня мы продолжаем говорить о звездных детях игроков NBA, и погнали уже смотреть. Итак, знакомьтесь, друзья, этого парня предсказуемо зовут Деннис Родман-младший. Не знаю, я, честно, не понимаю той тенденции в именах звездных детей, а именно в просто добавлении слова «младший». Может быть, это лень выбирать имя, или еще есть какие-то причины. Но вот сколько мы с тобой уже говорим о детишках игроков NBA, больше половины из них просто имеют добавление GR. Ну, не знаю, с чем это связано, нас-то особо не касается, наверное. Родился парень 25 апреля 2001 года в Ньюпорт-Бич, штата Калифорния, в семье, где баскетбол был всегда. Но сказать, наверное, что, например, Деннис примерный семьянин у нас вряд ли получится. Хотя, опять же, я могу тут, наверное, в корне ошибаться. Деннис младший, точно так же, как и во всех случаях со всеми детишками звезд NBA, поступил достаточно предсказуемо, выбрав путь спорта и баскетбола в частности, вместо какого-либо другого занятия. Хотя, кстати, тут стоит сказать, что, например, дочка Родмана Тринити увлекается как раз-таки футболом, ну, сокером, если быть точнее, и Ферит там тоже будь здоров, являясь одной из лучших в лиге. Но нас сами интересует не это. Вообще, заранее стоит сказать, опять же, о том, что пресса хоть и следит за сыновьями звездатых детишек, но, например, о подробностях их жизни точной информации почему-то крайне мало. А доказательством этого может послужить история о том, что первая совместная фотка Денниса младшего и старшего была сделана и опубликована лишь в 2016 году изданием Daily Pilot, что прямо-таки удивляет, ведь 21 век на дворе. Теперь, что нам нужно знать о маленьком Родмане по игре. Его баскетбольная карьера начала по-настоящему набирать обороты во время выступления за команду средней школы Коронадельмар, где его статистика составляла в среднем по 20 очков и 6,5 подборов за игру. Согласитесь, результат крайне неплохой. Кстати, стоит сказать, что подобная помощь Родмана младшего тиммейтам поспособствовала тому, что Сиа Кингс, а именно так называется команда школы, установила рекорд из 22 побед при 8 поражениях за сезон. А после фееричного успеха в средней школе и еще одной команде под названием Джей Сера, Диджей перебирается в команду под названием Вест Коуст Элит, Лиги и Мэйча Атлетик Юнион Севентин, за которую выступает и по сей день. Да, тут, конечно же, стата просела, но оно и очевидно, это уже не начальная школа. Но если оторвать взгляд от цифры, посмотреть на игру, то с уверенностью можно сказать, что парень растет. Возьмем, например, из последнего, а именно выступление за команду Кали Буст на турнире Adidas Uprising, где, кстати, он набирал по 12,5 очков в среднем за игру, что мы видим по сравнению, например, с папой. Нет, ну а с кем нам еще сравнивать-то? Родман-младший показывает более наступательный баскетбол, чем его отец даже во времена Чикаго. Он хорошо бросает из-за дуги, не передерживает мяч, и если видит свободного партнера, то обязательно отдает на него. И так же, как и его отец, не стесняется вступать в борьбу. Нет, ну тут, наверное, уже гены. Кстати, чуть не забыл. Что касается антропометрии, то тут у парня тоже все в порядке. Рост 198, вес 88-89 килограмм. Родман продолжает расти, и, само собой, эти показатели уже к 2019 году могут, скорее всего, измениться. Теперь, что, по моему мнению, ожидает младшего червя в будущем. Сегодня о нем говорят как о очень перспективном проспекте. Я, к сожалению, в этот раз не отыскал для вас скаутских отчетов, но одно мы знаем точно. Из предложений университетских у игрока пока что есть только университет Калифорнии. А сам же диджей говорит о том, что он очень хочет в будущем попасть в UCLA. И я надеюсь, что у парня сбудется его мечта. Пиши, что ты думаешь о новом Родмане в комментариях. Сможет ли он, как когда-то его отец, рвать NBA в клочья? А также не забывай написать мне в комментариях, про кого дальше ты хочешь увидеть выпуск. Потому что, ну вот, я сейчас сижу и, чё, я не знаю, про кого тебе дальше рассказывать. Так что, давай пиши, и я тут постараюсь побыстрее для тебя материал какой-нибудь найти. Ну и, само собой, подписывайся на канал, ставь свой баскетбольный царский лайк. Услышимся в следующем выпуске. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok